Всем привет! Лошади передают привет! Вы на канале Усадьба Белая Лошадь. Ну что, начинаем мы новый этап в нашем строительстве. Приступаем мы к ванной комнате. Будем делать душ, туалет и ванну. Да? Доки. В этом видео начнем монтировать комнату. Вот. Сколько успеем, столько сделаем. Надеюсь, комнату я закончу и уже дальше нужно будет закупать все оборудование для всего этого нашего дела. Бойлер, унитаз, душевую кабину. От вас будем ждать поддержки, чтобы, может, вы подскажете, какие были у вас проблемы, что стоит покупать, что не стоит покупать, на чем можно сэкономить. Пишите, пожалуйста, в комментариях, это будет очень полезно и ценно. Вот. Ну а мы начинаем. Доктор хочет дурить. А Дикий дурить не хочет, да? Дикий дурить не хочет, чтобы вы не хотите. А Дикий дурить не хочет, чтобы вы не хотите и не хотите. Как у тебя дела? Расскажи. Ты чо, Марик, наблюдаешь, да? Ааа? Мау? крутой лежит вообще крутой прошлых видео я делал вентиляцию естественную на нашей большой ферме вот вроде все довольно таки неплохо получилось получил очень много полезных комментариев спасибо вам за это это все очень ценно и кое-что я из этого всего подчеркнул стою я здесь не просто так здесь будет находиться новая комната а именно как вы уже многие знаете и ждете чтобы мы начали быстрее делать уже в условия для себя это туалет нормальный и душ вот поэтому все это дело будет происходить здесь сзади меня то есть начинается новый этап работы с домом раньше здесь у нас было спальня место то есть кто к нам приезжал ночевал в этом месте сейчас потихонечку здесь у нас образуется лерин склад вот там он к и пробирочки тут чё только нету это только одна десятая часть наверное того что чем пользуется лера как бы постоянно и поэтому ну вот здесь так лежит здесь у нас идет брус но это даже не брус это обычная доска двухсотка 50 на 200 которая удерживает потолок здесь ну кто смотрел конструкцию потолка знает как это все дело выглядит нужно просто посмотреть прошлые ролики ванну планирую делать как раз по этой доске то есть стенка пойдет уже вниз от этой доски сперва нам нужно получается будет очистить всю эту комнату все это отсюда убрать шифонер этот будет передвинуть сюда там маленький шифонер тоже будет сюда передвинуть с этой дверью тоже нужно будет потом позже разобраться это нам будет тоже отдельный ролик как буду демонтировать и делать здесь другую дверь здесь у нас один товарищ вот такой вот увидя его в общем постарался и все здесь разодрал когда просился очень сильно наружу до ланы была течка этот мальчишка в общем всю дверь и задрал сгрыз докуда смог достать и надо здесь делать что-то будет более утепленное более такое нормальное на скотче не обращать внимание во время стримов я вешаю в него лампу ну да как смешно бы не звучал начинаем поехали так все здесь все убрали чистенько шифонер уже перемещен сюда приступаю делать комнату эта комнатка будет где-то два метра на метр семьдесят примерно ну плюс минус там 2 10 2 20 и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, первая стеночка готова. На углу хотим сделать дверь, чтобы она была. Не тута, а тута, на углу. Потому что сюда, вот этот вот большой шкаф, нужно обратно вернуть сюда. И хотим его придвинуть к стенке, чтобы он здесь к стенке стоял. Он как раз у нас здесь выходит вот по этой линии. И обратно его к стенке сюда задвинем. И после него сразу будет дверь. Сюда вот. И тем самым еще и шкаф будет служить как бы такой определенной шумоизоляцией. Он будет закрывать комнату тоже. И все процедуры, которые мы будем здесь в ванной проводить, будет... Здесь получается шумка все равно между вот тут вот 50 сантиметров. Насчет шумки я еще думаю, что сделать. Сказали, что пеноплекс он как барабан, и его не используют как шумоизоляцию. Поэтому надо подумать насчет шумоизоляции, что сюда засунуть. Серый, серый такой. Надо будет посмотреть в интернете, как он называется. Пропилен вот этот вот серый. Может он нормально будет для шумоизоляции использован. Такие дела. Надо подумать насчет этого. Какую шумку сделать. Так что тоже напишите в комментариях, какую обычно делают шумоизоляцию. Ну и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот у нас все это дело получается. Надо было, может, раньше на комнату разбить. Даже ничего получается. Оказалось, что здесь места мало. На самом деле здесь места много. Еще шкаф обратно сюда встанет. Мой нелюбимый. Да. Вот здесь у нас проем выходит сколько? 75. А, 80 сантиметров тут, но будет дверь 75. Где-то так. Еще с окном, да, с этим надо разобраться. Или такого. Или его просто облагородить все сделать. Или просто его перекрыть, нет? Ну можно перекрыть, конечно. Я предлагала вот это все, ну, все закрыть и оставить маленькое окошко. И здесь вентиляцию маленькую. Такую круглую, которая так включается и все. Ну да. Зачем нам большое окно здесь? Ну, чтобы вот тут вот сидишь, вот здесь вот и смотришь в окно. Марик тут у нас. Картина такая станет здесь. Марик будет следить за обстановкой. Да, вон он опять пришел. Иди сюда. Похож? Это ты. Ну так. Так себе. Немножко похож. Здесь, наверное, будут эти панели, да? Да, здесь панели будут. И вот думаем, как все теперь здесь размести. Здесь должна поместиться у нас душевая, туалет, раковина и стиральная машина. Стиральная машина еще тоже подвопросна, потому что она сейчас стоит в подвале. И в принципе работает прекрасно в подвале. Может быть ее и смысла нет поднимать. Посмотрим. Так здесь от удобства зависит, наверное, потому что здесь канализация и тут. Здесь же она? Ну да, вот здесь вот будет внизу получается канализация. Здесь под полом ее проведем, все сделаем. Ну вот надо подумать. Получается душевая 80 сантиметров. Здесь у нас метр 75 выходит. А после чего ты взял 180? Ну 85, максимум 90. К чем? 90 на 90. А есть же больше душевые? Ну есть, огромные вообще душевые. Зачем большущие? Или ты хочешь с ванной? Все, уже сам решил. Ладно. Ну если что, большая, ладно. А здесь что будет? Ты хочешь и туалет, и душевую вы тут что ли? Нет. Нет. Нет, здесь и где? Нет. Короче, надо подумать. Надо туалет, чтобы был чуть где-то подальше в угу. Или тут, или там. Так можно здесь, наверное, душевую, или нельзя? Можно здесь. Посмотрим, в общем, посмотрим. Окружили меня лошади, куры, не знаю что, да? У тебя что на голове-то, а? Что это такое, я тебе на голове? Это какая-то непонятная штучка. Мама-сито. Ну такие, я не могу, и смотрят туда, смотрят. Да? Сиена хотите, что ли вы? Это сразу начинает показывать, как он крутой. Жеребец, да? Сейчас получишь от мамурки-то. Вот такой ногой как лягнет. И ничего не останется, да? Скажи, косточек не соберешь, да? Ух, эти лошадки вы хорошие. Сейчас все что-то получат у нас. Ну да? Проведем пятиминутную прогулку, или, так сказать, пробежку, до горы и обратно с собаками. Побежали. Собаки, ко мне! Марик, иди сюда! Ладно, ко мне! Помогу! Ладно, иди сюда! Марик, пошли! Иди сюда! Вперед! Вперед! Вперед, собаки! Вперед! Вперед! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может быть мы с ним что-то сделаем Ну а может и не будем ничего с ним делать Просто его уберем И поставим небольшое Пластиковое окно Вот такое вот Поставить сюда И не нужно здесь такое огромадное окно Не знаю Тоже интересно Над этим еще надо поразмышлять Время для этого еще есть Так-то у нас же пластиковые окна в доме Кто знает, тот знает Так, ну все дорогие друзья В следующем видео будем делать уже Продолжение нашего туалета Душа и так далее Ну а я хочу вам пожелать Крепкого здоровья, не болейте Смотрите наши ролики Увидимся, пока